Армия — это отдельный мир со своими законами, понятиями и системой воспитания. После принятия военной присяги солдат попадает в этот мир и обязан жить по уставу. Это своего рода конституция для солдат, и если ты ее нарушаешь, ты нарушаешь закон. Военный суд отличается от гражданского прежде всего своей жесткой принципиальностью, и осужденный с большой вероятностью отправляется на службу в отдельный дисциплинированный батальон, сокращенно дисбат. Хочется договориться с вами на берегу. В этом выпуске мы будем рассказывать именно о советских дисбатах. Мнения тех, кто там побывал, могут отличаться, так как отличались и сами части, и их начальники. Также следует понимать, о каком времени мы будем говорить. Это закат советской эпохи — 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Но обо всем по порядку. Не перематывайте, сейчас будет минутка полезной информации. Тюменский бренд беспроводных наушников CGPods подает заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Одни наушники, а рекордов целых пять. У CGPods самый большой в мире динамик — 10 мм. У CGPods самая антропометрическая выверенная форма. У CGPods самая грамотная развесовка ножки наушника. Они не выпадают из ушей, в отличие от яблочек. Тюменский CGPods самые первые в мире наушники с режимом беруши. Берушники. Одновременно наушники и гарнитура, и беруши. Наконец, у тюменской новинки CGPods X самый прочный кейс в мире. Держит нагрузку в 220 кг. Не страшно наступить или даже проехаться машиной. В итоге, гиннесовские рекордсмены, тюменский CGPods самые лучшие наушники из всех недорогих. И самые недорогие из лучших. Это подтверждают эксперты деловых изданий. Таких как Комсомолка, Коммерсант. Несмотря на рекорды, стоит CGPods в четыре раза дешевле яблочек. Всего 5000 рублей. CGPods самые новогодние наушники. Самый желанный подарок, который хотелось бы обнаружить под елочкой. Ссылка на официальный сайт тюменского бренда CGPods в описании под видео. Там же небольшой подарочек. Промокод DAYTOP2212. На скидку 200 рублей. Что такое дисбат? Отдельные дисциплинарные батальоны. Или на солдатском жаргоне дизели. Это специальные военные части. По решению военного суда сюда попадали солдаты-срочники. А также курсанты военных учебных заведений за злостные нарушения во время службы. В Советском Союзе дисбаты появились еще в 1940 году. Правда, во время войны многие из них были расформированы. А штрафники отправлены в самые горячие точки. Сталину нужны были затычки на проблемных участках фронта. Живые потери таких батальонов были в четыре раза выше остальных подразделений. После окончания войны дисбаты вновь стали активно формироваться. К 90-м годам территория Советского Союза насчитывала 21 дисциплинарный батальон. В которых находились около 17 тысяч осужденных военнослужащих. За что попадали в дисбат? Два самых распространенных нарушения, за которые попадали в дисбат, это неуставные отношения и дезертирство. Простым языком, драки, повлекшие за собой причинение вреда здоровью, неподчинение приказу командира и самовольное оставление части. Менее популярны воровство, хулиганство, утрата или порча веренного имущества. Чем дисбат отличается от тюрьмы? Кстати, главная фишка дисбатов в том, что срок отбывания наказания не засчитывался в основной срок службы. После дизеля солдат возвращался в свою часть и служил дальше, как будто ни в чем не бывало. В 80-х максимальный срок пребывания в дисбатах был увеличен с 2 до 3 лет. Вы только представьте, солдат теперь мог прослужить аж пятилетку, а матрос и все 6 лет. Также стоит отметить, что заметки о судимости солдата никуда кроме личного дела не заносились. То есть после освобождения проблем с поиском работы не возникало. Как говорится, везде есть свои плюсы. Что представлял собой советский дисбат? Чтобы представить себе советский дисбат, нужно понимать, что это было за время. Советские военные суды работали профессионально. После совершения преступления от командиров в кратчайшие сроки требовали предоставить все характеристики на солдата. Документы оформлялись в уголовное дело, которое перенаправлялось в военную прокуратуру. Оттуда уходило к руководству дисциплинарного батальона. Солдата садили в машину и отвозили куда следует. Также стоит отметить суровые нравы советских офицеров и солдат, работавших в охране дизеля. Патриотическое советское воспитание заставляло их думать так. Если ты не можешь честно служить Советскому Союзу, ты вообще не заслуживаешь называться человеком. Весь трагизм ситуации заключался в том, что люди по обе стороны колючей проволоки были поставлены в такие обстоятельства, при которых для слова сострадания попросту не было места. При попадании в дисбат солдаты снимали все воинские звания. Здесь они не имели значения. Личный состав делился на две категории. Постоянный – это солдаты-срочники, несшие охрану. И переменный – собственно осужденные солдаты. Переменный состав отличался по носимой одежде. Форма образца 43-го года. Послевоенная. Нагло бритые головы. Наглухо застегнутые гимнастерки. С проступившей от пота солью. И глаза, в которых спрятана тревога и человеческая тоска. Очевидцы отзывались, что со стороны это выглядит, как массовка для фильма о советских военнопленных во время Великой Отечественной. Постоянного состава в 5 раз меньше, чем переменного. Но у них есть автоматы и овчарки. Повсюду колючая проволока и решетки на окнах. За тобой постоянно наблюдают. Вооруженная охрана на вышке и по периметру. Сбежать отсюда кажется невозможно. Хотя случаи все же были. Обычно далеко эти беглецы не уходили. Место расположения дисбатов специально выбиралось далеко от цивилизации. В степи, особенно зимой, спрятаться особо негде. За беглецами немедленно отправлялась погоня и в 99 случаев из 100 их возвращали обратно. Только срок наказания для бегуна был уже гораздо больше, а отношения гораздо жестче. В 80-е советские дисбаты больше напоминали тюрьмы, чем военные части. Вот только те счастливчики, которым удалось побывать и на зоне, и в советском дисбате, в один голос заявляют, что это несравнимо. Лучше 4 года отсидеть, чем 1 год на дизеле. Как правило, до вынесения вердикта военным трибуналам военнослужащий находился в СИЗО. За несколько месяцев солдаты успевали впитать в себя воровскую романтику, и на выходе получалось смешение тюремных и армейских понятий. Офицеров, воспитателей, сержантов, роту караула в дисбате называли ментами. Осужденных военнослужащих – жуликами. К армейским неуставным отношениям здесь подмешивались зэковские порядки, идущие из следственных изоляторов. Все передвижения хоть группы, хоть поодиночке – четким строевым шагом. Не дай бог, просто пройдешь как человек – это залет. Воспитательная программа советского дисбата включала в себя ежедневную физическую работу. В некоторых дисциплинарных частях даже было налажено собственное производство. Многочасовая строевая подготовка, изнурительные физические упражнения, изучение устава вооруженных сил СССР – каждый день как две капли воды похож на предыдущий. Все это было характерно для типичного советского дизеля. Завтраки, обеды, ужины – три минуты. Отчет идет от последнего, получившего свою миску с пищей. Через три минуты рота встает и идет строиться. И никого не волнует, что ты не успел доесть. Осужденные учились принимать пищу со скоростью швейной машинки. Справедливости ради надо отметить, что не на всех дисбатах процветали такие условия. Все зависело от того, какие люди в охране. Многие ребята из переменного состава отзывались о том, что чрезмерного давления не было. Как вспоминает бывший солдат рота охраны ОДБ-40 ЕСАУЛ, пища для заключенных сержантов и охраны готовилась на общей зоне. И она не имела различий. Все та же свинина, перловка, сечка, картофель, кислая капуста. Биточек сливочного масла в 30 грамм на завтрак. По выходным и праздникам на завтрак полагалось два яйца. В наряды по кухне солдаты-охранники не ходили. Уборкой и чисткой овощей занимались солдаты переменного состава, то есть осужденные. Благонадежные осужденные могли быть раскоинвоированы, передвигались без охраны вне зоны и за примерное поведение назначались на хозяйственные должности банщиков, свинарей, кочегаров, внешней котельной и так далее. То есть освобождались от ежедневной рутины. Что может быть хуже дисбата? Да, дисбат это тяжело. Но есть вещи пострашнее дисбата. Гауптвахта с одиночными камерами. Или как ее называют солдаты, губа. Вот что действительно заставляет содрогнуться. Сюда попадают те, кто нарушает правила дисциплинированного батальона. Срок пребывания до 30 суток. Советская гауптвахта была тяжелейшим испытанием для военных. Охрана могла как угодно издеваться над арестантами. В помещениях разбрасывали влажный хлор, который издавал невыносимое зловоние. Зимой губа не отапливалась, и стены покрывались льдом. Камеры из бетонных стен были похожи на обычную тюрьму. В туалет выводили один-два раза в день. И время на все про все давалось минимальное, как и на прием пищи. В советской армии подъем по распорядку был в 6 утра. Но губе будили на час раньше. Все приказы охраны нужно было выполнять беспрекословно и бегом. В общем, солдат находился под непривычным психологическим и физическим прессингом, способным любого довести в считанные дни до скотского состояния. По истечении половины срока наказания осужденные имели право просить о досрочном освобождении. Для кого-то дисбат действительно стал уроком на всю жизнь. Кого-то это закалило, а кого-то сломало. Многие осужденные называли советские дисбаты адом на земле. Существуют ли дисбаты сейчас? После распада СССР большинство дисциплинированных батальонов было расформировано. В 2008 году этот вид наказания отменили в Казахстане, в 2014 году в Беларуси, а в 2020 в Украине. А вот на территории Российской Федерации все-таки продолжают свое существование два отдельных дисциплинарных батальона, которые имеют статус отдельной воинской части. В Нижегородской области в поселке Мулино и в Читинской области в поселке Каштаг. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши свои мысли по поводу темы нашего видео. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.